Ускорить окончание и уничтожение путинского режима. Может ли встреча, которая произойдет 14 числа в понедельник, а я имею в виду встреча Вайдена и Сейзимпина? Потому что говорят о том, что они будут говорить в том числе об Украине, и это будет их первая встреча с момента инаугурации президента США. Возлагаете ли вы на эту встречу такие надежды, как многие политологи? Нет, ничего на ней не может произойти, что могло бы что-то изменить. Просто я исхожу из чего? Представим лучший итог встречи, в чем он заключается? Китай посылает свои войска в Украину или что происходит? В этом смысле вообще непонятно, на что это может повлиять. Я скажу, как закончить войну за один день буквально. Я говорю об этом 8 с половиной месяцев. Правда, сейчас у меня появилось подтверждение, которым я тоже могу трясти. Закончить эту войну можно за один день двумя способами. Первое. Это завтра принять Украину в НАТО. Вот прям завтра, одним днем. После чего российская армия немедленно выйдет из этой войны. Ну или там шаг поменьше, закрыть небо над Украиной силами НАТО. Это тоже остановит войну. Почему это остановит войну? Потому что Владимир Путин это такой гопник. Хотелось бы сказать переросток, но его рост не позволяет. Значит, это такой гопник, который, когда видит и понимает, что сила действительно в разы превосходящая, отступает. Где мы это могли наблюдать в последнее время? В зерновой сделке. Ну то есть Россия говорит, я выхожу из зерновой сделки. Зерновая сделка говорит, ну это очень здорово, но как бы у нас планы не поменялись. И корабли продолжают ходить. Продолжают ходить. Вообще плевать, что там вышло Россия, не вышло. Что делает Россия? Правильно, через день говорит. Ой, а вы знаете, мы вошли вообще-то в зерновую сделку. Вот нам какие-то гарантии дали, которые там никто не давал. Вот так работает Путин. Когда он видит большую силу, он до сих пор пока надеется, что Украина не настолько большая сила. До сих пор надеется, что что-то переломится. И если он однозначно увидит, что все, история закончилась, что теперь все серьезно и против него реально. Они же постоянно говорят, что против них воюет блок НАТО. Мы не увидели ни одного солдата НАТО пока. И как написал один даже прокремлевский канал, значит, анализируя Херсон, говорит, вам будут говорить, что это все НАТО виновата, но что-то я не помню, чтобы у НАТО, значит, было 20 самолетов, 200 бронетранспортеров, значит, 15 танков, все такое. Как будто бы сил НАТО чуть побольше. Вот. Если бы реально НАТО сказала, что все, мы включаемся в войну, за один день она бы закончилась, российские войска были бы отведены гораздо быстрее, чем из Херсон. Но они так не делают. Опасаются ядерного оружия. Да. Да, да, страх. Ну, страх основное оружие Путина. Это же то, что он делает с самого начала. Путин всегда апеллирует страхом. То есть с Путиным как с собакой. Главное перестать ее бояться. В момент, когда ты перестаешь ее бояться, все, все перестает работать и все, что остается, это скулить и отступать. Но я понимаю, почему Запад это делает. С ядерным оружием какая проблема? Какой бы малой ни была вероятность его использования, масштаб последствий настолько большой, что даже малая вероятность, к сожалению, побуждает людей, значит, эту вероятность учитывать. Но мы видим, что за последние 8,5 месяцев это потихонечку меняется. Вы же помните, 8,5 месяцев назад Германия говорила, что она даже каски поставлять не будет, чтобы не переходить красные линии. Значит, Америка говорила, что они наступательные, как его называют, хотя не существует наступательного вооружения, но это другая история. Значит, не будет поставлять, ну, там, тяжелую технику. Красные линии, красные линии, очень боимся Владимир Путин. Потихонечку, полигонечку, чем больше все понимают, что Владимир Путин блефует, тем больше и поставок, и вооружений. И вот уже там на прошлой неделе США спонсируют поставку танков в Украину, что довольно важно. И я надеюсь, будет расширено, я очень надеюсь, в какой-то момент даже Абрамс поедут, это будет совсем хорошо, потому что в США стоит очень много Абрамсов без дела. Было бы здорово, если бы они, значит, появились. Поэтому потихоньку это решается, но, к сожалению, надо понимать, что каждый день промедления, каждый день, когда эта война продолжается, это мы вот там рассуждаем, как оно все выглядит, что там в Кремле и все остальное, но жестоко реальность заключается в том, что каждый день этой войны это новые смерти. Десятков, иногда сотен тысяч человек, новые обстрельные дома, и, к сожалению, это промедление, оно приводит к еще большему количеству смертей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!